Добрый день! Традиционное пятничное видео. За окном валит снег, и он свалит третий день, и на самом деле снега ужасно много, и вокруг меня люди разделились на два лагеря. Один лагерь достаточно большой, утверждает, что это ужас, это стихия, невозможно никуда вовремя добраться, на улицах заторы, тротуары не почищены и, в общем, зрада. А вторая часть утверждает, что, во-первых, это страшно красиво, это настоящая красивезная зима, во-вторых, город в этом году справился со снегопадами намного быстрее, чем прежде, и, в общем, в целом, перемога. История со снегопадом, она не единична, я встречаю такое каждый день, на одни и те же вещи, на одни и те же события, явления. Кто-то смотрит как на плюс, а кто-то видит только минус. По большому счету мы говорим об оптимистах и пессимистах, мы говорим о людях, которые видят картину целиком, эти люди называются пессимистами, нереалистами оказывается, и о людях, которые подмечают только хорошее, эти люди называются оптимистами. Люди, которые видят только негатив, это люди в глубокой депрессии, мы не говорим о них сегодня. Вот это разделение на оптимистов и пессимистов, на тех, кто видит хорошее или плохое, оно происходит везде, практически вокруг любого предмета, события, темы. И, как правило, к сожалению, оптимистов меньше, хотя их достаточно. Сама я оптимист, но нельзя сказать, что такое абсолютное оптимист, и довольно часто я ловлю себя на вот этом ожидании плохого, классическом признаке пессимизма. Финалин оптимизма меня страшно интересует, потому что я в нем вижу ключ вот к тому самому потенциалу, который есть у этих, к способности идти дальше, к способности после ошибок подниматься и двигаться вперед, к способности верить в большую цель, к способности достигать большего. Я была уверена, что оптимизм – это такая врожденная черта, то есть это характеристика, параметр, который невозможно изменить. Совсем недавно мой знакомый дал мне книгу, которая называется «Как научиться оптимизму», которая принадлежит перу Мартина Селигмана, американского психолога, который совершил по-своего рода переворот в психологической науке в середине 60-х. Так вот, во-первых, Селигман подтверждает, что действительно люди, которые обладают оптимистическим способом мышления, они действительно успешнее, они действительно не подвержены депрессии, но у них существенно лучше со здоровьем. Во-вторых, Селигман утверждает, что оптимизм – это то, чему можно научиться, то, что можно замерить. Он в своей книге приводит великолепные очень простые тесты для того, чтобы оценить оптимистство или пессимист. Он говорит о том, каким образом научиться думать оптимистично, вести себя оптимистично. А кроме того, он дает очень понятные техники, такие своего рода упражнения. НОП – неприятность, убеждение, последствия и способы так называемого диалога, то есть переубеждения, оспаривания, когда негативное восприятие тобой же переосмысливается, переубеждается. Ну, например, особенно в продажах, когда ты не можешь продать, не можешь заключить сделку, тебе кажется, что ты плохой продажник, ты убеждаешь себя в том, что ты ничего не можешь и приходишь к выводу, что все бесполезно. И вот здесь включается механизм оспаривания. Он дает очень подробные технологии, на чем именно строится это оспаривание, когда ты переосмысливаешь происходящее и ищешь посты в будущее. Таким образом, ты говоришь «нет, это не окончательная неудача, так будет не всегда, я попробую еще раз и в следующий раз у меня точно получится». Это не сложная техника, которая на словах сейчас выглядит забавно, но у него в книге есть прекрасные упражнения и на практике это куда более убедительно. Книга Сальбана ценна не только тем, что она очень подробно и очень выпукло описывает, почему оптимизм – это хорошо и почему ему можно научиться. В ней еще содержатся тесты, где вы можете заверить уровень своего оптимизма или пессимизма и упражнения, которые позволяют вам научиться думать позитивно, научиться думать как оптимист. Один из ключевых инструментов в этих упражнениях – это оспаривание. То есть есть неприятность, есть утверждение, есть последствия, и за ним должно следовать оспаривание, которое возвращает вас в позитивную логику. В целом оптимизм – это очень сильное оружие и ключ к вашему потенциалу, но в 21 веке это просто незаменимое оружие. И Сальбан говорит и об этом. Он говорит о том, что в 21 век – это век максимизации индивидуализма. Мы все верим в свою индивидуальность, мы все верим в то, что мы очень особенные, но это приводит к тому, что все наши неудачи мы трактуем как наши личные неуспехи, то есть что это наша вина. Сальбан говорит, что потеря крепких семейных связей, большое количество разводов, позднее замужество, уход достаточно массовой от религии, разрушение других базовых ценностей оставляют человека в одиночестве, один на один в том числе с его неприятностями. Именно поэтому 21 век стал, к сожалению, веком эпидемии депрессии. То есть он именно так и дефиницирует, что 21 век – это век эпидемии депрессии. И вот во времена, когда борьба за свою личную свободу приводит нас к тому, что вот она, эта свобода есть, оказывается, что эта свобода приносит такой страшный вызов, как депрессия. И оптимизм в этой ситуации – это не просто что-то, что хорошо бы иметь. Это такой абсолютно необходимый инструмент для того, чтобы справляться с вызовами и двигаться дальше. Вперед и с улыбкой.